Музыка Давно известно, что человек излучает ауру, то есть имеет эфирное, астральное, ментальное тело. К сожалению, мы не видим этого излучения и можем только предполагать. На интуитивном уровне нас притягивают люди радостные, добрые, как будто светящиеся с счастьем. А вы когда-нибудь замечали, когда человек на солнце, какие у него волосы? Каждая волосинка светится сиянием радуги, волосы переливаются всеми красками радуги. Наверное, такими нас видит Бог. И видит Он нас красивыми, с обравляющей аурой. Если человек изнутри излучает доброту, милосердие, радуется каждой мелочи, замечает красоту, восхищается, вдохновляется, одаривает, любит, помогает, тогда человек сияет. Мы можем лишь чувствовать таких людей. Я думаю, тогда Бог радуется. Но есть и другая категория, которая полная противоположность. Там все пасмурно. Такую силу называют темное. Высшие силы Бог видит и расстраивается. Если один человек захочет, чтобы появилось второе солнце, оно не появится. Но если большое количество захочет, чтобы появилось второе солнце, то оно появится. Мегре. Мы сами все создаем. Нам, как высшему созданию, дана воля выбора. Своими мыслями, темными эмоциями и создаем ситуации. На земле много чего доброго происходит, но человек так запрограммирован, что если будет ехать по дороге, где с одной стороны красивейший закат, а с другой пожар вдалеке, то будет смотреть на пожар, так как драма всегда больше привлекает людей, чем красота. Мы создаем свою драму своим вниманием. И потом жизнь наша проходит по другому сценарию. Но мы на пике событий и катимся уже с горы в счастливую, прекрасную жизнь. Ее уже не остановить. Факт в том, что жизнь стала безопаснее, счастливее, но нас почему-то все убеждают в обратном. И люди верят им своим страхам и невежественным отношениям к жизни. Рождаются новые люди с новым мышлением, с новой вибрацией, но мы должны им помогать, а не своим старым мышлением, сознанием ставить палки в колеса. Надо бы подстраиваться, развиваться, учиться, иначе будет именно тем плохо, кто останется на старом уровне мышления, со старыми стереотипами, шаблонами. Все двигается, все меняется. Надо успевать за жизнью, и в этом наше предназначение. Давайте будем писать хороший, счастливый свой сценарий. Чтобы спасти наш мир, начнем со своего маленького мира, своего дома, своей семьи, где внимание, там и энергия. Надо бы знать, добра все-таки больше на земле, и любви много от людей исходит. Только это невидимые силы, излучающие счастье и любовь, но их никто не показывает, о них не говорят, но они везде. Это излучение энергии, которое нас и поддерживает, чтобы не сбиться с пути. Давайте будем сиять!